Американский аналитический центр Defense Prioritize заявил, что Украина совершенно не готова к вступлению в НАТО. И чтобы не нагнетать ненужный ажиотаж, Вашингтон и Брюссель должны прекратить оказывать публичную поддержку Киеву по вступлению в Альянс. В отчете говорится, что если снять вопрос о членстве в НАТО, то это заставит украинские власти избрать иную, нейтральную внешнюю политику. Кроме снижения напряженности в отношениях с Россией, такой статус позволит Украине уделять внимание внутренним проблемам, например, искоренению коррупции и проведению экономических реформ. Продолжая эту мысль, авторы обращают внимание на географическое положение страны, рекомендую ей найти баланс между Европой и Россией, чтобы сохранить внутреннюю стабильность. И еще один важный нюанс. В случае вступления Украины в НАТО встанет проблема, как и кем контролировать и защищать 1925 километров сухопутной и 740 километров водной границы с Россией. Резюмируя все эти факторы, Дефенс приходит к выводу, что двум ядерным державам США и России надо избегать конфликтов друг с другом. Поэтому Вашингтону необходимо открыто высказаться о бессмысленности устремления Киева в альянс и минимизировать разногласия с Москвой, возникшие из-за Украины. Как следует понимать этот отчет Дефенс, можно выяснить у украинских экспертов. Политтехнолог Василий Стоякин заявил, что это частное мнение, отражающее позицию Белого дома. Официально такого не скажешь, хотя мысль самоочевидная. Скорее всего, заявление имеет внутриполитическое значение. На Украине ответственные лица и так все понимают, а безответственные ни за что не отвечают. Зам. директор Украинского центра социальной аналитики Валерий Писецкий считает, что оценка центра Дефенс приоритайз отражает реальность. С военной точки зрения, полуразложившиеся вооруженные силы Украины не способны стать частью войск НАТО. Уже сегодня всем очевидно, что контрактная система потерпела крах. Начиная с 2017 года, контрактники массово бегут из армии, и профессиональная часть ВСУ укомплектована на 30-40%. А со срочниками идти в Альянс, там поднимут насмех. Кроме того, НАТО и так уже безвозмездно получил территорию нашей страны под любой свой каприз. От размещения биолабораторий до портов и военных баз. В этих условиях Брюсселью и Вашингтону ни к чему брать на себя некие оборонные обязательства перед страной, которая в любой момент может стать полноценным театром военных действий, поясняет эксперт. Писецкий полагает, что упомянутое заявление скорее прочитывается в контексте дискуссии в США о том, что пора примиряться с Россией и прекращать внешнеполитические маневры, откровенно раздражающие Кремль. Причина такого миролюбия вынужденная, и исходит она из борьбы Вашингтона с Пекином, в которой позиция Москвы может стать определяющей для баланса сил в Евразии. Уверен, если американцы сумеют договориться с китайцами о разделе мира на сферу влияния без участия россиян, то в США мгновенно вернутся к публичной поддержке Киева в его стремлениях. Проще говоря, нынешний зигзаг – это мера конъюнктурного, а не принципиального характера. Курс у США прежний – формирование санитарного кордона вокруг России за счет бывших республик СССР, создание антироссийского пояса, Грузия, Прибалтика, Украина и, возможно, Беларусь. А их членство в НАТО для этой стратегической задачи – всего лишь тактическое средство, и его используют только при крайней необходимости. В случае Украины обошлись и без этого. Ситуацию, впрочем, может изменить открытие рынка украинской земли. Если ее скупят ТНК, то они могут вынудить НАТО зайти в Украину с целью защищать их приобретение от украинского народа, то есть исключительно с полицейской миссией. Но этот вариант возможен через 2-3 года и во многом будет зависеть от реакции рядовых украинцев. Политолог Алексей Вороненко отмечает, что Украина действительно не готова к вступлению в НАТО ни в военно-техническом, ни в финансовом плане. А о политическом накале, если это случится, и говорить не приходится. НАТО – НАТО – это клуб для богатых стран. Либо ты имеешь деньги, либо попадаешь в кабалу. А учитывая вдобавок тот факт, что Дональд Трамп может вывести США из НАТО, поднимать сейчас этот вопрос – просто накалять отношения с Россией. Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев считает, что частное мнение исследователя аналитического центра опирается на сухие факты. С точки зрения логики данное утверждение действительно верно. В НАТО не попадает страна с активным вооруженным конфликтом. Но, по мнению эксперта, реальная политика не всегда руководствуется сухой логикой. В ней часто играют роль инерционность мышления, всевозможные мессианские идеологии и соображения престижа. Многие люди в современной американской элите начинали свою карьеру в период холодной войны. Для них уничтожение или максимальное ослабление России – это идея фикс. Собственно, выстраивать внешнюю политику иначе они не умеют. Потому США будут использовать Украину как средство связывания сил России так долго, как только это будет возможно. Об интересах Украины при этом никто, разумеется, и не задумывается. Политик Александр Голуб отмечает, что Украина действительно не готова к членству в НАТО во всех аспектах – военном, экономическом, финансовом, инфраструктурном. Но он не понимает, почему американцы сейчас решили заявить об этом во всеуслышании. А зачем стесняться? Украина внесла в Конституцию курс на НАТО, горшки с прежними их союзниками побила. Под стандарты Альянса стараются кое-как подстроиться. Из кожи вон лезет, чтобы подчеркнуть верность атлантическим принципам. Территорию свою, внеограниченное пользование натовских структур предоставила. В случае необходимости и пушечным мясом с готовностью обеспечит. И все это без получения членства, которое влечет за собой хотя бы формальные обязанности коллег по Альянсу. А зачем НАТО лишняя головная боль? Все, что хотели от Украины, они уже получили. Остальное, как говорится, это проблемы индейцев, которые шерифа не волнуют. Продолжение следует...